Я рада вас приветствовать от лица туроператора ПАК-групп на сегодняшнем мероприятии. Здесь сегодня будет интересно, познавательно и, надеюсь, весело, но это уже зависит от нас с вами. Мы сегодня будем говорить о Финляндии. Я думаю, что здесь есть те, кто уже любит эту прекрасную страну, и есть те, кто готов открыть ей свое сердце, познакомиться с ней, подружиться и, возможно, в дальнейшем полюбить. Давайте небольшое вступительное слово сначала у нас скажут наши хозяева. Мы сегодня в замечательном лектории спортмарафона. Я хочу пригласить сюда Павла Серебровского. Он расскажет, не знаю, все, что хочет. Пожалуйста, Паша. Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас в нашем лектории. Лекторию где-то около полугода всего. Надеюсь, что вам сегодня здесь понравится. Также будете приезжать еще к нам в дальнейшем и на мероприятия, которые у нас будут проходить, и заходить в наш магазин, который здесь находится рядышком, тут всего 150 метров, вот так вот в том направлении на Сайкино-4. А вообще зима уже близко. Если я правильно помню ленту новостей, то в руки уже первые склоны открылись в Финляндии. На очереди другие. Уже через неделю открывается, стартует Кубок мира в Австрии. Гонка в Леве будет через три недели. Так что, в общем, золотая осень постепенно уходит. Так что желаю всем сегодня хорошо провести время. Удачного сегодняшнего вечера, хорошего зимнего сезона и всегда хорошего настроения. Спасибо. Да, друзья, я думаю, что все в курсе уже, что сегодня у нас здесь будет интеллектуальная битва, но она будет не суперсложная, но вам предстоит немножечко включиться, подумать, включить интуицию, свои знания. Ну и для того, чтобы вам было немножечко проще, у нас есть эксперт компании ПАК Групп, который сейчас вас слегка ведет в курс дела, познакомит с Финляндией как с направлением для отдыха, для горнолыжного, для семейного. Максим Иванов. Здравствуйте, друзья. Слышно, видно, да? Отлично. Итак, сегодня мы с вами поговорим о направлении Финляндии. Давайте, кто был? О, отлично. Какая хорошая аудитория. Сегодня можно рассказывать все что угодно и его все проверить практически. Итак, меня зовут Максим. Я занимаюсь компанией ПАГруп обучением агентов, то есть тех самых людей, которые продают вам Финляндию. Но на самом деле здесь я выступаю в роли молодого родителя. Вот Финляндия — это то направление, которым можно прикрываться. Ребенок, ему хочется показать Деда Мороза, хочется с ним вместе прокатиться на собачьей упряжке, на оленях, сходить во все эти экскурсии, и отличный вариант — это сделать именно с ребенком. И, конечно, сегодня хотелось бы в большей степени остановиться на нашем детском клубе, который называется ПАГЛЕНД. Он уже третий год работает по этому направлению. Финляндия — это такое больше семейное, наверное, направление, нежели горнолыжное. Но, тем не менее, на лыжах там тоже покататься можно. Сегодня мы с вами не будем рассматривать курорты Леви. Мы сегодня поговорим о двух других, которые там тоже есть. Они очень интересны. И что же такое детский клуб ПАГЛЕНД? Наша компания — единственная компания на российском рынке, которая делает такой анимационный клуб. ПАГЛЕНД — это, в первую очередь, веселые каникулы. Это действительно так. То есть то, что у нас будет на Новый год, оно будет проходить в формате всем привычной анимации. То есть наши собственные сотрудники, которых мы обучали здесь, которые выезжают туда, везут с собой кучу реквизитов, интересов, игр и, конечно, везут с собой настроение. Это самое главное. Они будут организовывать для семьи с детьми вот такие вот самые настоящие новогодние каникулы. Они будут возить на экскурсии и будут с ними играть и заниматься. То есть для тех, кто хочет отдохнуть с детьми, но при этом, может быть, немножко от детей, чтобы их туда сдать в детский клуб, и они целый день там занимались, это будет отличная возможность. Но и сами можно туда присоединяться, играть в снежки, ну, все развлечения, которые там есть. Итак, что же включает в себя ПАГЛЕНД? Ну, в первую очередь, это не только активные игры на улице, это еще и игры в закрытых помещениях. То есть они делают специальные мастер-классы, на которых идет вышивка всевозможная, творческие мастерские, идет лепка из пластилина. Ну, то есть все то, что интересно детям. Миксуется это между собой. Мы с вами посмотрим программу дня, которая там идет, то есть игры на улице и игры в закрытых помещениях. Что касается еще одной очень важной такой составляющей, это именно наши аниматоры. У нас детский клуб не только в Финляндии, он есть еще и в Италии. И многие семьи с детьми, дети, они, знаете, как они хотят играть с этими аниматорами, и они вот из одного курорта в другой. Они идут уже за конкретными даже людьми. Мы хотим к Артему, мы хотим к Светлане. То есть у них в этом и есть такая основная идея. И это действительно очень удобно. То есть вы знаете уже этих аниматоров, кто путешествует, с ними знакомятся, потом дальше общаются, идут чаты. Я вам покажу все социальные сети, которые у нас есть. Но действительно получается очень интерактивно и весело. И если мы говорим еще о такой важной составляющей, это память. То, что у нас остается после путешествия, то есть чем потом можно делиться вечерами со знакомыми, можно рассказывать, самим пересматривать. Это, конечно, наша студия юного режиссера и именно их фирменные дайджесты. Вот там на экране кто-то уже, наверное, видел, да, по Кленд, который у нас крутится там, да, ролик. Их у нас очень много. Они находятся на наших каналах, которые тоже в конце презентации будут. Можно зайти, посмотреть, как это все проходит в течение всего дня, ну и не только в Финляндии. Итак, студия юного режиссера, или СЮР сокращенно, да, что там идет? Это съемки. Всегда с нами есть видеооператор и видеомонтажер, который собирается, да, идет вместе с детьми на экскурсии, бывает. Ну и целый день с ними находятся. Потом происходит такая склейка, да, всех лучших моментов, всех игр, которые там идут. И потом они это обязательно отдают вам. Это хранится на облаке в интернете, откуда вы всегда это можете скачать. И наслаждаться просто просмотром даже летом. Что касается возраста. Мы рекомендуем в Пакленд отдавать с 4 лет. До 4 лет только со взрослыми. Ну, есть вот такое некое ограничение возрастное. И мы делим их на две группы тематические. С 4 до 6 и с 6 до 16 лет. Вот такие две градации мы решили вести. Если мы говорим о возрасте 4-6, там чуть поменьше, да, идет анимация. Но убираются квесты уличные. Потому что они все-таки физически, да, сложнее и дольше нужно. И побегать, и подумать где-то, пообщаться. Да, но мы вот квесты из возрастной группы 4-6 убираем. Но тем не менее, у кого от 6 до 16, пожалуйста, welcome. Тоже отличный вариант времяпрепровождения на курорте. Скучно не будет точно. Ни родителям, ни детям это однозначно. Что касается у нас вот этих вечерних, да, еще мероприятий. У нас проходит мини-диско. У нас идет семейный кинозал, интерактивные игры. То есть каждый день у нас проходит какая-либо анимация. Всегда есть чем заняться и отдохнуть, может быть, даже и самим. Да, если ребенок в детском клубе, либо вместе с ним. Что касается графика работы. С 30 декабря по 8 января работает наш детский клуб. То есть все, которые у нас заезды основные есть, мы с вами посмотрим, как мы туда добираемся. Они вот в эти временные промежутки. И у нас в этом году целых два отеля будет. Один будет на курорте Вуакате. Это как раз горнолыжный курорт. Второй курорт, это, ну, вообще, это озеро Сайма. Ну, ближайший большой крупный город, это Иматра идет. Это всего, на самом деле, 230 километров от Санкт-Петербурга. Очень многие туда добираются и на машинах в том числе. Такие варианты тоже возможны. Вы можете взять только отель и добраться туда самостоятельно. Но мы предлагаем и полные полноценные пакеты СЖД и авиа. Что касается вообще расписания детского клуба, вот как это выглядит. С 10 утра до 12 игр на свежем воздухе. То есть позавтракали и на улицу. Гуляем. И с 15 до 18 у нас идут командные игры и работа студии юного режиссера. То есть как раз та самая съемка, про которую я говорил, и создание видеодайджестов. С 20-30 до 22.00, это уже вечернее время, после ужина идет семейный вечер. Кинозал, где показываются видеодайджесты. Идет игры, караоке, мини-дискотека. Ну, все то, что вечером чем заняться. На самом деле отели там очень хорошие. Они большие, клубные. Там, кроме этого, еще есть куча развлечений. Но мы о них с вами чуть-чуть попозже поговорим. 31 декабря у нас будет новогодняя ночь в стиле Паклен для детей. То есть это настоящий новогодний детский праздник. И 2-го, 5-го и 7-го это показ видеодайджестов. Такое семейное собрание, когда все собираются, смотрят, делятся эмоциями. Ну, все то, что как раз у вас останется как напоминание о вашем путешествии. В связи с этим мы сразу делаем такую пометочку. Все зависит от погоды, в том числе и расписания игр на свежем воздухе. Если погода не очень хорошая или слишком холодно, например, для того, чтобы с детьми быть с 10 до 12, естественно, все проходит тогда в закрытых помещениях. Мы на это тоже внимание обращаем. И жесткой привязки к времени нет. Ну, для примерного понимания, на этом слайде обозначены основные временные промежутки. Что касается дополнительных развлечений, которые есть, у нас 31 декабря и 2, 4 и 6 января будет проходить замечательный квест, который называется «В поисках Санте». Он будет проходить как раз на курорте Иматра, холидей этой, холидей Калапсайма. И 4 января у нас будет интерактивная новогодняя елка. Все наши вот эти приключения, они за дополнительную денежку, но не очень большой. То есть у нас уже по интерактивной новогодней елке понятно. Что касается квеста в поисках Санте, чуть-чуть попозже появится эта информация. Все, что касается стоимости, как куда доехать, что где стоит, как забронировать, со мной есть мои коллеги, которые у нас как раз занимаются продажами частным лицам. Это Лиана и Анна. Вы к ним можете потом подойти и обратиться со всеми интересующими вопросами, именно сколько стоит. Вот, это все к ним. Что касается, как мы добираемся. У нас вообще по Финляндии очень широкая такая полетная программа. Мы сейчас с вами это все разбирать не будем. Самое главное помнить, что у нас с вами идет Каяни. Это в Уакате. Мы туда можем долететь, а можем доехать на поезде. И у нас есть с вами это Ванникало. Это, собственно, у нас только поезд. Там аэропорта нет. Есть такой нюанс, что поезд, который идет из Москвы, он идет до Ванникало, потом, если вам нужно дальше на нем доехать до Каяни, необходима будет небольшая пересадка. Вы выходите из поезда и садитесь на этой же платформе, прямо рядом на другой поезд и едете дальше. Такой момент есть. Сразу о нем предупреждаем, не скрываем, но это, к сожалению, вынужденная мера. Если говорим о авиаперелете, то, естественно, он прямой ног на Каяни идет. У нас полетная программа будет 30 декабря, можно улететь. Можно улететь 2 января, а на поезде можно будет до Каяни добраться либо с 29 декабря, либо с 1 января. Если мы говорим о Ванникале, то там будет два тоже поезда, 29 декабря и 2 января. Все программы там 6-7 дней. Это мы все вам подробнее расскажем. Есть и недельные. Итак, что касается Каяни, какой там отель есть. Во-первых, до него очень легко добраться. Чем хороша Финляндия для зимнего отдыха? Это короткие расстояния между… Вообще страна не очень большая, скажем так, поэтому там расстояния такие адекватные. За 40 минут всего вы можете добраться от ЖД вокзала или аэропорта до отеля, про который мы с вами говорим. И там есть еще и горные лыжи, о чем хочется рассказать отдельно. Вот так выглядит примерно карта курорта. Всего 8 километров трасс. Кто катается на лыжах, знает, наверное, понимание. Синие, красные, черные трассы. Конечно, это не как основной вид отдыха, горнолыжный курорт, а именно как развлечение дополнительное. И, конечно, для тех, кто хочет поставить детей на лыжи, это просто отличный вариант. Потому что там идут сопки, они очень пологие, катание в елках. Все то, что нужно горнолыжнику, там тоже есть. Что касается беговых лыж, тут тоже огромное их количество. 150 километров трасс по снежному лесу. Ну, картинки, наверное, все видели, видео посмотрели, как там идет. Это действительно очень-очень красиво. Вот так вот выглядит склон. То есть там есть и катание сноубордов, есть и хавпайпы, есть все, что касается и бордистов, и лыжников, там тоже можно найти. Вот такая сопка. Но перепады высот небольшие, 170 метров. Кто катался, наверное, в Москве, в подмосковных курортах, если вдруг есть такие, они примерно представляют 170-250 метров, какой перепад высот идет. Перепад высот — это, по сути, длина трассы, ее сложность. Если мы говорим с вами о еще дополнительных развлечениях, там есть парк. Это бывший Angry Birds. Сейчас он называется Суперпарк в Уакате. Я думаю, Angry Birds — знакомый бренд такой. Кто-то играл, наверное, сам, кто-то видел этот бренд. Но он очень популярный. Он просто, по сути, поменял название и обновился немножко. Очень интересный парк. Он тоже за дополнительные средства. Но наши гиды туда отвозят, привозят, покажут, что, как, где находится. Пакленд у нас будет находиться в отеле Holiday Club Катинкулта. Это отель, с которым мы работаем уже второй год. Там есть абсолютно все. Во-первых, до курорта, до горнолыжных склонов 3 километра, и идет бесплатный автобус. Он возит туристов, собственно, этого отеля. Он отвезет вас и туда, и обратно. Бесплатно. Это все там есть. Если мы говорим о самой инфраструктуре, то эта сеть, она вообще очень популярна на самом деле в Финляндии. Это огромные отели, огромные комплексы с разными вариантами размещения. Но в первую очередь он интересен тем, что там есть вот такая русская баня, как она у них называется, с ныряем в проруби. Есть детский и взрослый аквапарк, в котором можно поплавать и отдохнуть. И все это в стоимость проживания входит. Бани, естественно, как зона саун, она тоже существует. И саун там очень много. Финны любят париться. У них есть, по-моему, даже поговорка, что не лечится сауной, то не лечится ничем. Но вот такие моменты там тоже есть. Вот они, аквапарки. Здесь я примерно поставил, как это выглядит. То есть это рестораны. Но комплекс действительно очень большой. Я думаю, вы посмотрели уже видео и видели, где у нас целующаяся пара в бассейне. И это вот, собственно, все из этого комплекса. По поводу вариантов размещения. Очень часто спрашивают, как можно там жить. Первое. Если вы хотите жить в отеле с питанием, такой вариант есть. То есть основной корпус, вот здесь, который идет, там идут уже питание завтрак-ужин, обычный номер стандартный в отеле, как у всех. Возможно, 28 квадратов, есть юта, 65 квадратов. Но вот все это выглядит примерно так. Классические варианты размещения. Для тех, кто хочет жить большими компаниями или хочет большой семьей, и наоборот хочет, например, не в отеле, а самостоятельно готовить, на курорте есть магазин, куда можно дойти и купить продукты. Поэтому наличие кухни тоже очень хорошо. Это варианты именно апартаментов. Они называются вилла Type 1, тип 1, вилла тип 2. Вот эти цифры, которые максимальное размещение. То есть плюс 2 — это как раз дети, плюс 6 — это взрослые. То есть до 8 человек есть возможность размещаться в апартаментах. И, собственно, вот эти корпуса, они соединены переходом с основным зданием. То есть на завтрак можно ходить. Ну не в халате, но ходить, не одевая верхнюю одежду. Очень удобно. Но единственное, там еще есть вот такой вот тип 2, вот здесь, самые большие, которые там переход уже уличный идет. И это все, вот это вот все, это комплекс одного отеля. Он огромный. Он реально очень большой. Ходить, гулять там одно удовольствие. Вот так они выглядят. В апартаментах есть все, как вы видите здесь. И даже стиральные машины, то есть длительный вариант размещения очень удобный. Там есть тостеры, полностью оборудованные кухни, есть застекленные балконы. То есть все, что нужно для отдыха. Для тех туристов, которые хотят, для вас, которые хотят в коттеджах отдыхать, это в Финляндии очень популярный тип отдыха. Есть так называемые, это, извините, еще одни апартаменты Гольф Хайро, 65 квадратов отдельно стоящие. Тоже вот видите, кухни большие, но они уже чуть выше по бюджету идут, нежели виллы тип 1 или тип 2. А вот для тех, кто хочет размещаться в коттеджах, есть тоже очень интересные варианты. Это от 43 до 82 квадратов коттедж. И, как вы знаете, коттеджи в Финляндии обязательно идут с сауной, которая включена в стоимость. То есть отдых прямо в номере у вас будет сауна. Очень пользуется большой популярностью. Вот так они выглядят, отдельно стоящие. То есть для тех, кто хочет свой домик в Финляндии, отличный вариант. Еще фотографии. То есть это и кухня, пожалуйста, все есть. Вот она, сауна, номера. Все отлично. Это спальни, которые идут. По поводу экскурсий. На курорте Вуакатя есть несколько экскурсий, которые мы предлагаем в рамках отдыха вашего. Это и к Санта-Клаусу, конечно. Йолу-Пуки, тот самый известный. Все к нему ездят, отдыхают. Это обязательная часть программы отдыха в Финляндии. Катание на собачьих упряжках. Отдельный аквацентр вывозим тоже, если кому-то необходимо. Детский парк, суперпарк. И новогодний ужин с программой, тот, про который мы с вами говорили. То есть это все в рамках одного курорта. Следующий курорт, это как раз Войникало. Там идет размещение у нас с вами в Holiday Club Сайма. Ехать туда 1 час 15 минут, что тоже не очень долго даже по московским меркам. Кто-то на работу добирается, наверное, столько. Расстояния действительно небольшие. Это спа-курорт и семейный курорт, но горных лыж там нет. Сразу говорю, вариантов покататься на лыжах на этом курорте не предусмотрено. Он все-таки такой самый южный, там и сопок-то особых нет. К сожалению, есть только летние фотографии. Дело в том, что у финнов зимой все хорошо, поэтому продвигают они в основном лето. И, к сожалению, найти хорошие, красивые фотографии зимней не получилось. Но вы видели видеоролик, который они сняли. Там как раз зимняя Сайма. То есть все эти озера покрыты снегом и безумная красота вокруг. Тоже огромный комплекс со своим собственным аквацентром. Это даже не аквапарк. Водные горки такие большие. Не ожидайте. Это именно аквацентр. То есть бассейны, секции джакузи, фонтаны. Вот это там есть, но горок вот таких вот полноценных больших там не присутствует. Там есть специальный ледовый каток, на котором тренируются с детьми тоже. Это за дополнительную плату. Но, тем не менее, очень интересно для тех родителей, у кого дети занимаются, собственно, хоккеем. Есть огромный спа, очень хороший. По-моему, около 10 видов саунд всевозможных. Травяная, такая, секая. То есть различные варианты есть. И там уже Angry Birds. То есть он переехал как раз туда, и он находится на территории этого отеля. Поэтому вы можете совершенно спокойно туда ходить. С ребенком отдыхать тоже все это есть. По поводу размещения. Там есть три корпуса с номерами. Есть вот так выглядят классические варианты. Есть апартаменты тоже. Как видите, это одна сеть. Все очень похоже. Пылесос есть, стиральная машина есть, тостеры есть, микроволновки, плиты. Все-все-все. Холодильники присутствуют. Для полноценного отдыха всего достаточно. И у нас с вами... Так, секунду. Идут еще размещения Саймаранта. Это коттеджи. То есть это уже коттеджные варианты. Очень красивые, на самом деле, вот такие варианты размещения. Настоящий домик в зимней сказке. Это все тоже там есть. Экскурсия, поход к Санта-Клаусу и зимний день для всей семьи. Это то, что мы там проводим и в формате квестов в том числе. Итак, я надеюсь, что такое основное представление об этих курортах я вам дал. Про отели вам рассказал. Чем мы занимаемся тоже. Если у вас остались какие-либо вопросы, связанные с ценой этого путешествия, можете обратиться к моим коллегам. Если по самим курортам, я тоже пока здесь. Ну что же, мы начинаем с вами. Это для тех, кто хочет подключиться и посмотреть более подробно. QR-коды все работают. Можете зайти, посмотреть. И мы переходим к самому интересному. Это квесты и подарки, конечно же. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!